Доброе утро, коллеги! Доброе утро! Доброе утро, Алла Анатольевна! Доброе утро, Алла Анатольевна! Доброе утро, Алла Анатольевна! Доброе утро, Алла Анатольевна! Мне кажется, что возникают вопросы у педагогов, которые трудятся в сфере дополнительного образования. Безусловно, в работе данных организаций есть своя специфика. Несмотря на наличие программы, я уверена, что у каждого она есть, от нас с вами требуют стандарты и всякие разные проверяющие органы. Тем не менее, мы говорим о некой специфике. Я бы могла оценить эту специфику как, безусловно, положительно, хотя бы потому, что от нас с вами никто не требует жесткого выполнения программы. И никто не требует оценивания. Все-таки оценка, она загоняет и педагога, и ребенка в некие, далеко не всегда приятные рамки. Но о том, как мы можем оценивать ребенка, мы с вами поговорим в самом конце моего выступления. Значит, а сейчас я хотела бы вам напомнить, что помимо обозначенных уже документов в виде программы, есть еще такой документ как устав. К уставу в том числе прилагается функционал, который должен обозначить, собственно, функции педагога по отношению и к работодателю, и к родителям, и к детям. И мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на этот документ и на устав, и на положение. Потому что, с одной стороны, у нас с вами в сфере дополнительного образования есть, конечно, своеобразная выльница. Мы говорим о том, что нет звонка, нет строгой регламентации по программе. В конце концов, действительно под влиянием какого-то, ну, положим, природного явления, Внезапно выпавший снег в мае или в июне мы можем перестроить свою программу или сделать это ввиду изменившейся социально-экономической ситуации, положим, какое-то явление. Люди, ну, старшего поколения, например, с уверенностью могут сказать, что, когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, то ни о каком планировании занятия речь не шла, все освещали только это событие. И это было условно правильным. Никто не говорит о том, что в настоящий момент такое невозможно. Так вот, несмотря на определенную выльницу, мы все-таки должны сказать, что есть у нас все-таки некий регламентирующий параметр. Это параметр времени. Время занятия. Значит, и вот если вы обратите внимание на свой устав, из которого, кстати говоря, вытекает договор на оказание платных или дополнительных услуг, я не знаю, в каком именно учреждении вы работаете, поэтому говорю, ну, как бы обобщенно, то вот данный феномен временной, его имеет смысл прописать, потому что все-таки родители, которые, ну, родственники, которые приводят ребенка, они заинтересованы несколько в ином. Им дополнительное время показывает, что ребенок ценен, ребенок успешен, а у вас несколько иная ситуация. Вы должны говорить о том, что, ну, если это время оплачивается, ну, оно в любом случае оплачивается, просто в одном случае это делают родители, а в другом случае это делают представители государственных органов. В любом случае у вас регламентируется не только время занятия, но и количество детей, наполняемость группы. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Прочтите устав, прочтите свой функционал. И, может быть, там это есть. Просто в случае, когда возникают ситуации, что ребенок не хочет уходить, то обратите, пожалуйста, внимание, что это, конечно, очень хорошо и очень приятно, что вот вы так церны для ребенка, то, что вы делаете ребенку, нравится. Но, с другой стороны, мы говорим о том, что это нарушение прав и правил других детей. Ребенок не сможет контролировать себя в такой степени, чтобы избежать или монтировать вашим вниманием. Он будет его требовать. Поэтому это первое, о чем мне хотелось бы сказать, как бы ставить точку на предыдущем вопросе. Теперь, что касается методики. Я хотела бы вам напомнить, что вне зависимости от того, в каком учреждении мы с вами проводим занятия, не непосредственную образовательную деятельность, а именно занятия с детьми, то в любом случае хотелось бы, чтобы это занятие содержало в себе три обязательных компонента. Первый компонент, который очень часто мы говорим о том, что это вступительный чай или организационный момент, мне бы хотелось, чтобы мы в свете новых стандартов образования рассматривали и обозначали это в конспектах как введение в задачу. Если обратиться к исследованиям Даниила Борисовича Элькомина и Петалия Кочегальперина, то у них это считается первым этапом, первым шагом на пути к полной интериоризации. Итак, по переходу умения в навык, так введение в задачу. Значит, мы с вами не только усаживаем детей, мы создаем мотивацию. Из чего может эта мотивация случиться? Она случается из сюрпризного момента, когда у нас вдруг появляется дружка, персонаж, когда приходит некое письмо. Я точно знаю, что некоторые педагоги в серии, в учреждениях дополнительного образования, к сожалению, пропускают это. Тем не менее, ребенку это нужно, погружение в некоторое. Значит, это первое, о чем мы говорим. Второй момент мотивации, это опять-таки по теории Дальперина-Элькомина представление готового продукта. Вот что может получиться. Третий момент – это представление материала. Когда мы с вами говорим о той или иной теме занятия, мы, как правило, ее вербализируем. Мы говорим о том, что сегодня мы будем что-то делать. Но мне бы хотелось обратить ваше внимание, что все-таки дети у нас по восприятию, по модальности восприятия, они у нас делятся с вами на пинэстетиков, на аудиалов и делятся на визуалов. Безусловно, есть еще четвертая степень, но дигиталы, да, то есть те, которые мыслят образами. Но детям, особенно детям до 12 лет, данная модальность восприятия свойственна в очень малой степени. Поэтому превалирующее значение здесь имеет как раз-таки визуализация того, что вы говорите. И мне бы хотелось, чтобы, когда вы будете планировать свои следующие занятия, вы обратили на это внимание. Мы не говорим, что мы будем сегодня рисовать, мы это показываем. И, кстати говоря, если мы касаемся... Если мы говорим о составлении каких-то конспектов, то, пожалуйста, обратите внимание, пропишите это. И практика работы показывает, что когда мы уходим от удобной и простой, понятному взрослому человеку трепикативной формы, там номинативной, как там мы называем, и все все прям быстро поняли, то ребенку следует показать картинку. И да, конечно, конечно, мы ее назовем. Кроме этого, еще одним способом мотивации является безусловное движение. Движение. Это может быть движение крупное, ну, движение телом, там, да, сделать что-нибудь. Все специалисты отмечают, что, безусловно, рисовать или изображать движущийся предмет значительно сложнее, чем статичный. Вот, поэтому, если вы задумывали, или если вы хотите, чтобы результат вашего занятия был ярче, дайте возможность детям прожить его, продвигаться. Возвращаясь к модальностям, я хотела бы сказать, что дети до 5 лет на 60% кинестетики. То есть, не нужно их загружать статичностью. Мы с вами, люди пожившие, уже ценим мягкие, уютные кресла, сидение в парке, лицезрение. Детям это, о чем, к сожалению, совершенно не свойственно. Я также надеюсь, что в вашей студии достаточно места для того, чтобы это организовать. К тому же, мы говорим с вами о том, что мы пока еще не поднялись до такого уровня внимания к себе, чтобы четко фиксировать свои мимические или какие-то пластические движения. Это что касается мотивации. Кроме этого, мы, конечно же, говорим о том, что материал, который вы предлагаете, он ребенку знаком, или вот, собственно, знакомство происходит здесь же. Мы с вами обязательно закладываем время, чтобы они должны изложить возможность, чтобы ребенок поделал с материалом вообще все. Мы не говорим о том, что вот не надо делать вот так. Надо. Или вот это опасно. Не опасно. Вы для чего, собственно? Для того, чтобы показать возможности. И, Гелия Александровна, а сейчас слышно? Сейчас звук нормальный? А еще у кого-нибудь звук пропадает? Пожалуйста, те, кто слышит хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсы, раз у нас начались какие-то проблемы. Спасибо, Ольга Михайловна. Спасибо, Ольга Михайловна. Ирина Александровна. Ну, то есть у всех нормально. Ну, наверное, не добавлюсь предположить, я не специалист, но может быть, у вас что-нибудь? Спасибо, я продолжаю. Итак, вот оно, введение в задачу. В моменте введения в задачу не забудьте, пожалуйста, и об обсуждении. То есть ребенок отвечает на ваши вопросы. Ключевым вопросом является вопрос «как?» Как ты будешь это делать? Ничто и ничто получится. И никакой он будет. А как ты будешь это делать? Вопрос «как» является вопросом-побудителем. Потому что, вы понимаете, пока есть умение, ребенок может объяснить так, что он делает. Когда происходит умение, когда он переходит в качество и становится навыком, там крайне тяжело ухватить, а действительно, каким способом мы добиваемся таких потрясающих результатов. Вспомните эту знаменитую фразу о том, что такое хорошая скульптура. Ты берешь всего на всего мрамор, отсекаешь все лишнее. Вот ты видишь, как все просто и получилось. Это первый этап. И мне бы хотелось, чтобы вы обращали на него внимание. Второй этап – собственно, время занятия. Ну, об этом мы говорить ничего не будем. В данном случае вы выступаете наблюдателем, вы выступаете неким помощником, таким, знаете, паровозиком, который двигает, подталкивает ребенка, не делает за него ни в коем случае. Я хотела бы напомнить, что в методике мы с вами должны четко помнить, что мы никогда ничего не делаем на работе ребенка. Мы ходим с листом бумаги, мы ходим со своими куском углини, или массой, из которой делаем, и своими руками в замедленном темпе показываем способ, которым ребенок может воспользоваться. Ну и, наконец, третий этап занятия. Он носит завершающий характер, так, как вы понимаете. И вот здесь как раз мы говорим о том, что мы, ну, собственно, смотрим на результат. И здесь у нас встает вопрос о том, как ребенка похвалить. Я уверена, что все мы знаем слово «хорошо», «отлично», «прекрасно», «превосходно», «ты молодец». Беда в том, что все эти оценки, они являются оценками. То есть 5, 4, 3, 2, ну, вот, значит, ноль у нас не ставится. Для того, чтобы похвалить человека, надо постараться. И мне бы хотелось, чтобы вы ни в коем случае не хвалили ребенка. мы не хвалим личность, мы хвалим его конкретные действия. Сравните, пожалуйста, у тебя хорошо получилось, и еще одну похвалу, мне понравилось, как ты делал что-то. Значит, мы избегаем оценочных суждений, потому что если я сделала отлично, ну, давайте, я сделала превосходно, то вот, ну, все, это потолок. Куда дальше-то стремиться? Все, я достиг совершенства. Приехали из Третьяковской галереи, отбирают мою работу для того, чтобы поставить постоянную экспозицию. Поэтому давайте мы хвалим не то, что получилось, а то, что ребенок делал, не ребенка. И обязательно добавляем личную эмоцию. Мне нравится. Я вообще не знаю, как ты это сделал. Я не знаю, нравится ли это еще как-то. Но вот лично мне нравится то, что ты сделал. Мне нравится. Я восхищена результатом. Я никогда такого не... Ну, ведь вы же действительно никогда такого не видели. Даже если то, что он сделал, в общем, тысячи людей могут сделать еще лучше, но тем не менее, вот именно этот ребенок вот на этом занятии сделал нечто оригинальное. Кстати говоря, вот когда вам очень хочется поставить оценку, отлично, хорошо, ну, удовлетворительно, вспомните слово оригинальное. Это как? Ну, это вот как? Это хорошо? Или это плохо? Ну, не знаю. Но скорее хорошо. И не забывайте, пожалуйста, что помимо слова «молодец», есть еще у нас... И помимо слова «люблю», «нравится», есть еще слово «горжусь». Вот наши с вами дети, начиная с шестого года жизни, они всегда ищут, они ищут другие способы оценки. И давайте помимо того, что мы говорим о том, что они хорошие, да, или там, значит, вот они старательные, давайте скажем о том, что мы гордимся тем, что они сделали. Ну, и завершая, я хотела бы сказать, что абсолютно универсальным началом и концом занятия является упражнение с мелкой моторикой. Разминаем пальцы. Это может быть проведение артикуляционной гимнастики, это может быть проведение какой-то пальчиковой гимнастики, но ведь никто же не запрещает вам в качестве разминки поздороваться, или, как вот сейчас принято говорить, активировать ребенка с помощью, например, предложения повзаимодействовать с таким пластическим материалом, которым мы работаем руками, с массой, с пластилиной, с глиной и так далее. Я напоминаю, что это всегда оживляет мозг, да, а нейроны начинают посылать импульсы, и мозг ребенка приходит в состояние тонуса. Именно поэтому после того, как ребенок повзаимодействует с руками, с глиной, мы оживляем его тактильную модальность восприятия, и кроме этого оживляем всю психологическую вазу, которая составляет основу нашего обучения. Итак, подводя итог, я хотела бы попросить вас запомнить, что у нас есть три основных этапа работы, что в введении в задачу вы обязательно создаете мотивировку для детей, и когда мы заканчиваем занятие, то найдите, пожалуйста, возможности эмоционально от себя похвалить ребенка, не прибегая к оценкам. на сегодня я закончила. Сейчас я заглянула в вопросы. Если они есть, то, пожалуйста, их задавайте. Ну что ж, коллеги, я прощаюсь с вами. Впереди нас ждут большие и, я надеюсь, продуктивные. Здравствуйте всем! Слышно ли меня, видно ли меня? Поставьте, пожалуйста, плюсики в общей вкладочке. Сегодня в своей части вебинара я вам расскажу, пожалуй, об одном из самых любимых продуктов для творчества детей и, пожалуй, об одном из самых популярных безоговорочных лидеров в продукции итальянской марки Giotto это пластилин. В нашем ассортименте есть пластилин Giotto Patron и Giotto Pongo. Это два разных пластилина. Общее у них, конечно, то, что это качественный натуральный продукт высокого итальянского качества. Продукт, который разработан с учетом того, что пользоваться им будут наши малыши, что для них характерно не только полепить, но и попробовать все на вкус. Соответственно, при любом попадании в рот проглатывание случайным, это продукт безопасный. Он полностью протестирован на гипоаллергенность, на другие безопасные свойства и пройдены все сертификации международного образца и наше российское. Пластилин Pongo, начиная с него, это пластилин на восковой основе. Он такой эластичный, вот в таких вот он брусочках, эластичный. Поначалу может показаться, что он достаточно, на такой степени эластичный, что слишком плотная консистенция, но он так как в составе здесь натуральный воск, то при контакте с теплом пальцев он начинает очень активно размягчаться и становится абсолютно такой мягкий, податливый. Из него прекрасно лепить мелкие детальки, он не застывает, то есть это в полном значении своем, это пластилин. Из него доступны различные техники, как обычного 3D-моделирования, да, объемных фигурок, так и каких-то таких изящных, тонких работ, где нужны совсем маленькие детальки. Отличный от него пластилин Jota Pad Plo, это такой бестселлер нашей компании, пластилин на растительной основе. Он есть в разных упаковках, больших и маленьких, в разных фасовках, от маленьких до вот таких 150-граммовых брусточков. Это пластилин на полностью растительной основе. В составе своем он имеет натуральные красители, никаких полимеров, никаких продуктов нефтепереработки. Он безопасен, он изначально в упаковке уже мягкий. Вот я открывала упаковку, и он, вот уже в ней, вы можете посмотреть, я легко его отламываю, он не требует ни разминания, да, ни подогревания, как мы раньше делали это с советским пластилином, на батарее, либо давали папе в его сильные руки, там, в подмышку. То есть малыш может сам взять и, начиная с двух лет, он может самостоятельно его разминать и уже делать какие-то свои первые эксперименты. Максимально широкая цветовая гамма, которая не встречается у аналогичных пластилинов, от классических цветов, стандартных, да, там красный, зеленый, оттенки синего, до пастельных цветов. Сейчас я вам открою пастельную. Вот такие интересные, приятные цвета. И яркие, неоновые цвета. Такая широкая палитра разнообразит детское творчество, да, новые какие-то идеи вдохновающие. И, тем не менее, между собой каждый цвет легко смешивается, можно получать миллионы различных оттенков. Пластилин, идет и под плен, имеет в составе свою косметическую отдушку, известного косметического детского бренда. Здесь, принципиально, не используются химические ароматизаторы, да, фруктовые, которые сейчас модно использовать в продукции детской. Но здесь категоричный такой вопрос, что нельзя использовать в детской продукции, в том числе в творческой продукции, фруктовые ароматизаторы. Так как мы имеем дело с воспитанием ребенка и знакомством с внешним миром, да, любая мама, познакомив ребенка, не знаю, с бананом, с персиком, сегодня, да, рассказав ему, что есть вот такой фрукт, да, можно попробовать. Если завтра мы предложим массу для лепки или пластилин с ароматом банана или персика, естественно, реакция малыша будет точно так же его попробовать. То есть у него нету таких вот причинно-следственных связей, да, что это ему дали сейчас пластилин. Пахнет так же, как вчера, соответственно, буду есть. Мама, не подозревая, да, какой-то определенной логикой малыша, начинает, разумеется, говорить, ай-яй-яй, это нельзя. Конфликт восприятия на лицо. Поэтому во всех европейских марках, в том числе нашей марки Jota, не используются ароматизаторы. В данном случае очень приятный запах косметический, напоминающий детский крем или присыпку, такой, ностальжи такой запах. Пластилин не пачкает руки, не прилипает к рукам, не оставляет неприятного наглота. Вот я его леплю, то есть он, нужно взять и не желтый, у меня просто открыт желтый сейчас. Не оставляет пятен. Также при работе на поверхности, он не оставляет ярко выраженных пятен масляных, то есть можно просто протереть любой даже сухой салфеткой, и никаких пятен светных или жировых не останется. Он легко собирается с поверхности, если у нас малыш, ну как обычно, понепили кусочек, здесь упал кусочек, там он потом прошелся, ножкой наступил по-хорошему, даже с поверхности коврового покрытия и так далее, его можно собрать просто большим кусочком пластилина, методом такого обмакивания и собирания вот этих всех кусочков. У упаковки содержится специальный вот такой зип-пакет, который позволяет хранить пластилин. Конечно, пластилин в принципе не требует особых условий хранения, он всегда мягкий, он не теряет своих свойств с течением времени, но при этом все равно желательно его закрыть, чтобы на него не могли плотнуть, другой мусор, который, к сожалению, с пластилиной очень сложно потом счищается. В данном случае в пакете удобное хранение, что он такой объемный, это не картонная упаковка, то есть можно даже готовую поделку, которую только что малыш слепил, положить аккуратненько, закрыть, там куда-то отнести, бабушке подарить и тому подобное. С помощью нашего пластилина мы разработали целые методики работы с детьми, не только стандартная лепка из пластилина, фигурок 3D, но также в зависимости от возраста малыша другие творческие варианты работ, о которых подробнее скажет Валерия, я только начну, что ли, дам задаток. На наших мастер-классах совершенно потрясающие работы из пластилиного квилинга, когда мы работаем методом скатывания тонких животиков и выкладывания рисунка или узора подобно бумажному квилингу, о котором все знают. Метод пластилиной живописи, когда за счет своей мягкости пластилина и стопроцентного смешения оттенков и красок мы набираем пальчиками, как кистью, вот так вот кусочки пластилина отщипываем, как краску берем, и рисуем уже на поверхности бумаги, имитируем мазок масляной краски, то есть такой фактуры. Получаются объемные работы, напоминающие настоящую красочную живопись. Так, вопрос. Секундочку. Так, скажите, цена пластилина. В среднем цена, в зависимости, конечно, от магазина, который мы встретим, упаковки, вот самая популярная такая упаковка, 8 цветов по 33 грамма, в среднем от 300 до 400 рублей. Ну, это в зависимости, да, от того места, где мы его приобретаем. Так, у пластилина конга в среднем цена 280-350 рублей вот такой упаковки. Также доступны большие упаковки, мы теми сотрудничаем с детскими садами, и, конечно, там оптимальный вариант покупать не стандартные розничные упаковки, а большие, в которых сразу уже крупные брусочки по 150 грамм, несколько цветов, сразу на весь, на всю группу, на весь класс. Так, что еще можно сказать? Пластилин, вот самое основное, да, наш пластилин, это под плем, он сертифицирован для детей с двух лет. То есть мы познакомили нашему маша сначала с тестом для лепки, да, которое ультрамягко-эластичное, да, для первых опытов, которые не ведут за собой какой-то конкретный результат, а просто для того, чтобы он научился, познакомился с продуктом, натренировал свои ручки, был готов уже к знакомству с следующим продуктом. И далее мы даем ему пластилин. И это в то же время также достаточно такой мягкий, очень мягкий, очень податливый материал, который не отпугнет малыша, который его заинтересует. И цель у нас, любого нашего творческого задания, для того, чтобы мы дали волю фантазии, и получили всегда потрясающий результат. В данном случае так и есть. Всегда при знакомстве с пластилином нашим все отмечают, что творить с помощью него это реально удовольствие. Удовольствие для всех, не только для малышей, но и взрослые тут же включаются всегда в процесс. Ну и, конечно, когда мы говорим о детях с особенностями развития, здесь многократно важнее качество продукта, какой он. То есть вдохновляет он на творчество, дает ли он уверенность ребенку в своем результате. Вот он слепил и получил то, что задумал, и ему ничего не помешало. Есть процесс, есть приятный продукт, из которого можно сделать свой шедевр. То, какие техники доступны и чем они отличаются и уникальны в сравнении с обычными пластилинами, расскажет Валерия в следующей, в третьей части. Я подожду, если у вас вопросы, давайте мы их тоже озвучим и осветим. Если нет вопросов, то проставьте, пожалуйста, плюсики. Все, я так понимаю, вопросов нету. Я с вами прощаюсь. Как сказала Ольга, мы с вами будем прощаться уже на летние каникулы, будем встречаться в конце августа перед самой нашей школой, немножко повторим весь пройденный материал и познакомиться с непосредственно школьными продуктами, которые нам непосредственно уже будут нужны для наших детей, которых мы отправляем в первый класс, в начальную школу. Здравствуйте! Давайте со звуком так поступим. Если у меня не слышно, тогда ставьте, чтобы быть. А если слышно, можно ничего не ставить. Вот, все отлично. Отлично. Сегодня у нас тут интересная тема про пластилин. Ну, все, что связано с лепкой, мне, конечно, близко, понятно, и мое сильно любимое. Хочу все-таки немножко еще раз, да, остановиться на качестве материала на небольшом сравнении. Значит, пластилин вот из серии Бонга наиболее, ну, в большей степени, да, похож на привычный для нас пластилин, ну, более мягкий. То есть он так же соединяется, так же лепится, и мы работаем с ним по привычному для нас принципу. А вот пластилин из серии под плюм, он немножко другой. То есть он не менее замечательный, у него много своих плюсов, но работа с ним должна строиться все-таки немножко по другому принципу. Значит, в чем особенность этого пластилина? Я сейчас из него скатаю шар. Он действительно не плачкается абсолютно, абсолютно не липнет к рукам. Прекрасный совершенно материал, который очень здорово используют. Значит, когда я скатываю шарик, он у нас как будто бы такой скрытый упор покрыт. То есть он снаружи становится немножко твердый. То есть за счет большого количества воска, я так понимаю, он так вот все происходит. То есть он отлично держит форму, он достаточно твердый. то есть, не знаю, наверное, вы так не услышите звук удара астон, но тем не менее, даже при том, что я выкину, форму свою не потеряю. Значит, он не растекается и это, конечно, тоже один из таких вот серьезных плюсов. При этом можно его раз и обратно размять совершенно спокойно. Еще один момент. соединение деталей в этом пластилине происходит по-другому. Я сейчас перейду на вопрос. Так, значит, если мы вот раскатываем колбасочку, то вот этот пластилин позволяет нам так вот скручивая его ой, сейчас придержу ровно отделить деталь. то есть фактически как разрезала. И таким же образом мы детали соединяем раз и повернули. То есть просто так детали, конечно, закрепятся, но чтобы они держались прочнее, надо делать небольшое такое движение поворот. Это вот такая особенность, которую стоит учитывать при работе. на самом деле очень интересно, когда я обратила на это внимание, мне так понравилось, я сидела очень долго, играла с этим делом, потому что понять, как это вот так вот ты крутишь, 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 и вот у тебя две аккуратненькие детальки. лепить какие-нибудь ручки, ножки нам очень удобно. Тут я немножко путешествовала по дороге седьмого мастер-класса, показалось, что как раз в дороге очень хорошо себя ведет, можно брать ребенка с собой, то есть он не пачкается, под рукой у вас всегда какие-нибудь для ребенка салфеточки есть, сухие либо влажные, запах совершенно такой чудесный, не будет никого раздражать и при этом, да, если какие-то кусочки, их легко собрать и никакой грязи не оставит. Значит, вот я взяла фломастер и три цвета пластилина как раз из такого вот набора там маленькие чудесные брусочки очень удобные. Да, сейчас я открою и покажу. потому что очень удобные маленькие бруски вот такого размера чтобы было понятно сразу инструментик там сразу лежит, то есть в принципе ничего не нужно и пакетик также есть, так что я спокойно полюбила себе конечно делила соседей, но тем не менее провела время с пользой. Значит, фломастеры нарисуем на бумаге ну, любой, собственно, узор, да, который нам хочется. Можем сами нарисовать, можем дать возможность нарисовать ребенку, если уже что-то изобразить по состоянию у нас и дальше просто вот то, что Александра говорила, раскатывая жгутиками начинаем прямо по этому рисунку выкладывать сверху пластилин. Ну, получается вот такие вот у нас цветочки из жгутиков, листики вот таким вот образом уже в овальчике да, и потом краешки просто защипляем. вот уже и прямо на картинке мы выкладываем наши заготовочки. Что происходит в этот момент, да, на самом деле просто вот так в бумаге, если этот пластилин сверху положить, он не прилипает. Поэтому вот такие вот шаблоны нарисованные мы можем в принципе использовать многократно. То есть вот даже это делать не как конкретную поделку, да, а ставить как упражнение для ребенка. То есть для развития ну, просто такое упражнение, которое можно многократно повторять с разными цветами. Так, выпустила кадр, да, сговорочки эти розовые уже сделала и получился вот такой вот букетик. То есть он в принципе лежит на бумаге, но при этом его можно совершенно спокойно снять оттуда. вот, и в чем еще прелесть этого пластилина, что например, вот слипили такую картинку, посмотрели, порадовали, собственно, можете сфотографировать, да, ставить на память именно изображение, а не саму работу. А работу можно просто взять и разобрать. То есть у нас сейчас скручу вот, и краешек, когда это закрутила, чуть-чуть перемазываю. Все, вот у нас фигурка держится. Она не улыбкая, с ней в принципе можно и прям так играть. Вот, и мы можем потом эту картинку нашу разобрать на части по цветам, все соединить и продолжать работать дальше с этим пластилином и все цвета будут чистыми. Вот. Ну, вообще, когда у нас пластилин появляется уже, уже литку изобразила, когда пластилин появляется уже в выходе нашего ребенка, то самое интересное, что мы ему можем предложить, это не только картинки делать или что-то оформлять, а уже создавать какое-то игровое пространство. Вот у нас следующая наша брошюра будет посвящена как раз не только пластилину, но разным материалам, сочетаниям их, именно в создании игрового пространства, самостоятельного создания. Как раз когда вы ребенка учите создавать целые номеры, свои игры, свои какие-то пространства и прочее. Помимо самих фигурочек я не могла удержаться, потому что без съемки не обошлось. В общем, слепить любые фигурочки, обычные, с которыми мы играем, которые могут у нас использоваться причем многократно, то есть мы слепили эту фигурку, поставили, то есть положим вот три бюночка хотя бы сделаем, использовать их как фишечки для игры, использовать их в каких-то постановочках таких, ну, руневых играх. Тут еще момент, что для пластмассовой игрушки за счет все-таки качества этого пластилина, за счет того, что он не прилипает к таким скользким поверхностям, мы можем позволить себе создавать целое вот у нас космическое пространство созданное для игрушки и игрушка не плачкается от этого пластилина, то есть вы можете эти мыли создавать, изменять сколько угодно и при этом они будут как бы функциональны какое-то время, потом опять разобрали все и дальше и дальше уже играть или опять-таки сложить все в коробочку и потом использовать по ноге. Значит, вопрос. При смешивании разных цветов получается третий равномерно и смешивается. Да, смешивается очень хорошо, цвета получаются очень чистыми, очень красивыми, сейчас мы покажем. Ну да, сейчас да, ну ладно, ну пастельную серию сейчас откроем и фиолетово-желтым будет наилучше сочетание. Сейчас мы возьмем розовый и фиолетовый по кусочку и покажем там, что... Ну вот ощущение, конечно, такое, да, очень необычное. То есть вот этот пластилин под плен, который он весьма такой специфический на ощупь, специфический, но с хорошей стороны, то есть он крайне приятный, его вот прям можно сидеть часами гладить, выглаживать, потому что чудесно. И в принципе вот можно, мне кажется, и до блеска докатать так, что да, если прогладить, он прямо сблестеть будет. Сейчас беру кусок фиолетового, кусок розового. Так, вот у нас корпорции. Вот такие примерно. Хотя, вот вы видите фиолетовый, у меня у себя здесь на мониторе, вижу его каким-то синий ватт. Мешаем точно так же, как и любую другую массу для лепки, да, вмешиваем цвет. Так, ну, многого-то фиолетового взяла, но тем не менее. Так, пожалуйста. Так что, вот что хочу рассказать, значит, в следующих наших книжках, если вам интересно будет, как раз по созданию всех этих игровых пространств, про то, как ребенок может, не просто играть, но игру себе создавать, чем взрослый может ему помочь, какие материалы мы как раз будем использовать. Вот, все уже чистенько. Вот, так, куда? Вот сюда. То есть, вот разница получилась. Вот такой вот чистый цвет, очень красивый. Наверное, тут никаких абсолютно нет разводов, то есть, он очень такой, симпатичный, то есть, если вы смешением цветов владеете, знаете, так, это кто у нас? Ага, вот, уже Александра нам намешала из синего с желтым, вот такой вот зеленый получился. Смотрите, очень яркий, очень такой вот правильный, да, вот, это очень важно на самом деле для деток, то есть, изучать смешение цветов правильно, чтобы вот четко оттенки получались те, которые мы хотим иногда показать, потому что иногда получается такая грязища, это вот на материалах низкого качества и красителя не очень хороший. Вот, по поводу техник, вот мы показали вам с этими жгутиками, ну, понятно, что там картины пластилина многие умеют делать и делают просто несколько советов. Ну, во-первых, и пленка, в принципе, и пленка одинаково хорошо подходит для рисования. Единственное, что, ну, как совет такой, удобно использовать какую-нибудь шероховатую поверхность для нанесения пластилина, потому что тогда вот мазочек будет ложиться лучше, будет прочнее держаться. Вот, поэтому пробуйте. Так вот, и, ой, я закрыла экран, я молодец. Значит, и вот как раз возвращаясь к этому цветочку, к этому пакетику мы слепили, если есть желание его сохранить на будущее, то тогда берем какой-нибудь поярче, там, потемнее цвет, да, чтобы поконтрастить, чтобы на нем было видно, делаем подложку и раскатываем, причем пластилин раскатывается просто прекрасно, я фломастером прямо сейчас наручили, очень удобно, раскатывается отлично, вот, на столе раскатывалась, смотрите, какая плоскость прекрасная получается, прям фломастером, то есть ни к фломастеру, ни к столу ничего не прилипло у нас. И раскатываем основу и мы ее переносим в наш рисунок и храним столько, сколько нам это необходимо. На пластилине он будет держаться, ну, на пластилине в основе он будет держаться очень хорошо. Вот. Так что, пожалуй, наверное, на этом закончу. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте, будем рады ответить. подписывайтесь на наши рассылки, на YouTube, на канал, ждем вас уже в конце августа. Вот. Надеюсь, с новыми силами и с новыми интересными идеями мы к вам придем. Будем стараться. Вот. А сейчас будем готовить пока в ближайшее время еще книжечки. и если вы на них подписаны, конечно, обязательно вы их получите. Ждем ваших отзывов, вашей реакции, насколько вам это полезно, насколько интересны вам наши занятия, наши книжки. Александра пытается что-то сказать, но я уже не скажу. А, это продукция, ну, конечно, продукция. Скажите, а вы лично работаете с детьми в этой технике? Хороший вопрос. Вот, Александра у нас лично работает с детьми в этой технике. Я просто эти техники оптимизирую немножечко под детские руки, так же, с детьми я работала достаточно долго и по-разному работала, но к сожалению, детям, с которыми я работала раньше, такие вот недоступны, да, и очень жаль на самом деле. Вот. Поэтому вот такой вот ответ. До встречи, ждем вас, ждем ваших отзывов о продукции и о наших вебинарах, и о наших книжках. Всего доброго! праздник, спасибо! Продолжение следует...